В новогодние праздники Ненинский округ посетило полсотни туристов из России и зарубежных стран. 20 человек принял Центр арктического туризма. Путешественники с Большой земли приняли участие в турпрограмме «В гостях у северных оленей». Этот проект стал пилотным для нашего региона. И как показала практика удачным, новогоднюю ночь гости из Чехии, Франции, Владивостока, Ярославля, Москвы и Казани встретили в Ненинском чуме. А настоящим чудом для них стало яркое и продолжительное северное сияние. В рамках программы «В гостях у северных оленей» туристы на снегоходах и треколах посетили стойбище оленеводов, Пустозерск, деревню Устья, занимались арктической рыбалкой. В роли гидов и экскурсоводов выступили сотрудники туристического культурного центра. Традиционно высокие оценки туристов получили и Ненинский кровеческий музей, и дом ремесел этнокультурного центра. Они остались в восторге от того, что они увидели, потому что немногие знали, что за 2,5 часа, а не за 6 часов, как многие представляли, можно попасть в реальную Арктику. Это доступно, потому что мы предлагаем туры, которые по цене, они реально конкурентны. То есть они конкурентны с Карелией, они конкурентны с, я уже не говорю про Камчатку, за 300 тысяч. Турпроект «В гостях у северных оленей» стал для региона пилотным. Арктика стала доступней для гостей с Большой Земли благодаря плотному сотрудничеству округа с крупнейшими российскими туроператорами по въездному и внутреннему туризму «Рашин Дискавери» и «Мост Турфлот». Максимум туристических возможностей, незабываемые северные каникулы в полной мере в праздничные дни предоставили и предприниматели Ненинского округа. Чумовые выходные в Арктике провели две группы туристов из Тулы, Кирова, Сыктывкара, Ухты, Котласа и Польши. По признанию самих туристов, они остались под впечатлением от настоящего мороза, полярной ночи, обилия звезд на небосклоне и гастрономических изысков ненинской кухни.